Имеем параметры по входу, по напряжению, по току. И по выходу, то есть стабилизатор мы включаем, до 170 вольт он не включается, порог у него 170 вольт. Вот он нам сообщает о том, что он готов запуститься, где-то минута не нужна для запуска. Вот стабилизатор запустился в работу. Сразу мы можем по лампочкам наблюдать, можно даже сверху заснять, что до стабилизатора у нас две лампочки светятся гораздо тусклее, чем после стабилизатора. Также мы на вольтметре видим, что у нас входное напряжение меньше 200 вольт. Можем его опустить даже до 160. Выходное у нас держится при входном 160-200. Входное 220 достигается даже если у нас входное 180. Наглядно это сразу на лампочках видно. 50 вольт, выходное у нас остается 220. Когда мы опускаем входное напряжение ниже 150 вольт, естественно, стабилизатор уже выключается. Все просто. Включается в работу автоматически, но по процессу не надо. Схема очень простая. На самом стабилизаторе кабель входа и кабель выхода. Но подключение-выключение, естественно, предохранитель. Можем выключить стабилизатор и у нас напрямую в обход него пойдет напряжение на остальные лампочки. В качестве нагрузки дополнительной можем еще подключить что угодно. Менеджен спортом мужчина должен показать себя в большинстве. Еще? Продолжение следует...